12 медалей, 7 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые. Столько наград на счету уральцев призеров чемпионата мира по самбо, который проходил в Сербии. Всего сборная России завоевала 25 медалей. Владимир Гладких из Верхней Пышмы на своем дебютном чемпионате мира выиграл золото в категории до 57 килограмм. Победительницами молодежного первенства мира стали спортсменки из Екатеринбурга Екатерина Циберт в категории до 56 килограмм и Ксения Хисматулина в категории до 80 килограмм. Екатерина Семенова и Альбина Чаламбитько завоевали серебряные награды. Еще пока полностью сознание не прошло, что я выиграл чемпионат мира. Эмоционально было тяжело бороться, так как из-за пандемии давно не было соревнований. Был момент, что даже ковра под ногами не чувствовал, волновался. Екатеринбуржцы показали себя лучшими в различных весовых категориях. Кристина Дудина, Виктория Воронова, Дарья Речкалова и Иван Луканин выиграли золото, а у Романа Желтова – серебро. Ольга Михеева и Герман Сорокин удостоились бронзы. Болельщиков на трибунах не было. Конечно, было тяжеловато без поддержки именно болельщиков, но благодаря тому, что наши спортсмены, наша команда болела за нас, эмоционально было намного проще. Благодаря успеху уральцев сборная России в общекомандном зачете смогла одержать верх во всех турнирах, первенствах мира среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, а также чемпионате мира среди мужчин и женщин в боевом самбо. Поклонники этого вида спорта следили за выступлениями с помощью онлайн-трансляции на официальном сайте Международной Федерации Самбо. Очень приятно, что эти славные спортивные традиции, которые заложены в Солской области, сегодня транслируются на выступления молодых спортсменов. Это действительно впервые, значит, такой успех для юных спортсменов-зомбистов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова